Пройдемся по оперативным направлениям, и тут у нас мы начинаем с севера, Волынское и Полесское направления, тут враг ведет себя более-менее спокойно, оперативная обстановка остается без существенных изменений, она спокойна или контролируема и стабильна, так, наверное, правильнее будет сказать. Далее у нас идет Северское и Слобожанское направления, и тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить диверсионно-разведенную деятельность на нашей территории, забрасывая диверсионные группы через границу. Мы стараемся проводить контрдиверсионную деятельность, то есть пресекать проникновения наших групп, пытаемся их ликвидировать или отбить, предотвратить огневым воздействием, предотвратить их проникновение на нашу территорию. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу с огневыми средствами противника, которые ведут огонь по нашей территории, по возможности, потому что тяжело нам держать артиллерию на развернутую, готовую к ведению огня, мы вынуждены маневрировать и по готовности наносить, или по возможности наносить ответные удары. Но с авиацией тут у нас еще сложнее, потому что средств ПВО катастрофически не хватает. Далее идет уже линия фронта, это Купинское направление. И здесь опять затишье. Вот попробовали, несмотря на то, что Купинское направление сегодня, ну там Купинско-Лиманское, скажем так, на рубеже Кременная-Сватова, российское командование перебросило дополнительно танковую дивизию. И, видимо, вот эти вчерашние несколько атак, две атаки на Купинском направлении, это была, будем так говорить, разведка боем. То есть, вражеское командование пытается прощупать нашу линию обороны в тех же местах, где и ранее, в преддверии попытки начать очередную наступательную операцию на Купинском направлении. Но, тем не менее, вот после вчерашних попыток, точнее уже позавчерашних попыток атаковать наши позиции, за прошедшие сутки рашистские оккупанты наступательных действий не проводили. И ситуация на Купинском направлении ограничилась только лишь перестрелками, позиционными боями и обменами артиллерийскими ударами. Поэтому, констатирую, что на Купинском направлении линия фронта за прошедшие сутки осталась без изменений. Чего не скажешь про лиманское направление. Здесь враг пытался четырежды атаковать наши позиции при поддержке авиации. Атаки в основном проводились в районе Торского и Ямполевки. Они пытались прорвать нашу оборону, но, тем не менее, наши войска успешно отбили все атаки и нанесли врагу соответствующие потери. Враг отступил на исходные рубежи. На лиманском направлении, не добившись успеха, противник остался на своих позициях. Мы удержали свои позиции. Линия фронта осталась без изменений. Бахмутское направление. Вот здесь точатся основные бои. И надо сказать, что враг пытается проломить нашу оборону. Здесь я правильно слово применяю, потому что 25 атак за прошедшие сутки предпринял враг на позиции наших войск. При поддержке авиации, при довольно достаточно большом количестве кабов, которые они сбрасывают на наши позиции, В основном боевые действия велись в районе Белогоровки, Верхнекаменская, Выемка, Калиновка, Часовьяр, Новый, Ивановская, Клещиевка. Тут самое главное, в чем наше преимущество и в чем проблема вражеских войск. Проблема в том, что линия фронта ровная. Нет возможности, они пытаются прорвать нашу оборону для того, чтобы вклиниться и применить свою любимую. Кстати, это не их тактика. Опять же, в Российской Федерации ничего нет своего. Все где-то подсмотрено, украдено, скопировано. Они применяют тактику Гудериана, тактику Клещей, фланговые прорывы с последующим охватом и вынуждением к отступлению под перекрестным огнем вражеских огневых средств. Вот эту тактику мы наблюдаем на всех, начиная еще с севера Донецка, Лисичанска и по сегодняшний день. Но в районе Часового Яра линия фронта ровная. И прорыва у врага не получается прорвать ни северной, ни южной фланги. И поэтому они вынуждены по всей линии фронта атаковать примерно одинаково. Как на севере Часового Яра, так и на юге от Часового Яра. Я рассматриваю карту со стороны противника. Так и в лоб. Сегодня основные атаки, кстати, сосредоточены именно в попытках лобового прорыва нашей обороны в лоб. Причем для врага это самый худший способ, для нас это лучший способ, потому что мы сидим на господствующих высотах. И даже там есть полоса обеспечения, соответствующая с минными полями. И как только враг выходит в зону на открытый простор, в зону поражения наших огневых средств, мы начинаем отбитие этих атак с применением всех возможных средств. И в пиви дронов, и нашей артиллерии. И таким образом выбиваем бронетехнику, а дальше уже артиллерия и дроны добивают разбегающуюся пехоту. Вот так вот происходит изо дня в день. Поэтому на Бахмутском направлении линия фронта более-менее стабильна. И нам удается отбить все атаки, главное удержать фланги. Потому что в лоб на Часов Яр забраться на эти высоты для врага нереально. Хотя они наступают вот так, как я вам вчера рассказывал, что рашистские командиры говорят своим солдатам, не важно погибнете или нет, вы или нет, главное, чтобы вы шли вперед. Погибнете, вместо вас придут другие. Вот таким вот способом рашистское командование пытается навязать нам, или не навязать, а не инициатива, к сожалению, у них, мы это констатируем. Но они таким образом пытаются продавить нашу оборону. Пока что на Бахмутском направлении безуспешно. Линия фронта без изменений. Авдеевское направление. Здесь оно, как я уже говорил, активизировалось, несмотря на то, что это такая серединка. Но, тем не менее, враг активизировал. 16 атак было предпринято в районе Новокалинова, Черетина, Бердичи, Первомайская, Невельская. Но вот здесь как раз проявляется та самая ситуация, о которой я вам только что рассказывал. Враг прорвал нашу оборону и вклинился в нашу оборону довольно глубоко, большой клин, там несколько километров, в районе Очеретина. И вот теперь они, причем в районе Очеретина, там завязались очень ожесточенные бои. Мы остановили продвижение вражеских войск и не просто остановили, нанесли довольно существенный урон и вынудили отойти, частично отойти. А именно мы выбили с электроподстанции, которая находится на восточных окраинах самого Очеретина, мы выбили российские войска. Понятно, что российские командиры не будут этого терпеть. Сегодня, вот эти прошедшие сутки ознаменовались именно тем, что российское командование погнало пехоту на вот эту электроподстанцию. Они идут под огонь нашей артиллерии, под огонь наших дронов, ложатся пачками, умирают пачками, но российское командование не оставляет попыток захватить эту электроподстанцию. Не получается. Но севернее немножко Очеретина, Новокалинова, они решили расширить немножко вклинение в нашу оборону, которая идет на Очеретина. И в районе Новокалинова враг имел частичный успех, и ему удалось продвинуться на несколько сотен метров вперед. Таким образом, чуть-чуть потеснив наши войска на этом участке линии обороны. Но это единственный успех, который мы констатируем на Авдеевском оперативном направлении. В остальном, наоборот, мы отодвинули чуть-чуть врага от самого Очеретина, удерживаем электроподстанцию под нашим огневым контролем. Там идут очень ожесточенные бои. На всей остальной линии фронта наши войска успешно отбили атаки и сохранили свои оборонительные позиции за собой. Враг успеха не имел. Понеся потери, откатился на исходные рубежи. Далее у нас идет Новопавловское направление. Оно замыкает участок фронта, Бахмутское, Авдеевское направление, где враг пытается продавить нашу оборону, где враг ведет самые активные наступательные действия на сегодняшний день. Так вот, Новопавловское направление. Здесь враг пытался 20 раз атаковать наши позиции. Атаки были сосредоточены на участках Георгиевки, Победы, Миновомихайловки, Урожайного. Но нашим войскам удалось отбить все атаки противника, в результате чего, понеся потери, противник отступил на исходные рубежи. Новопавловское направление у нас самое стойкое из этих трех оперативных направлений, где враг пытается начать наступательную операцию. Кстати, почему говорю начать, это очень правильное слово, потому что при всех попытках атаки наших позиций, я бы не сказал, что это уже идет наступательная операция. Они пытаются ее начать. Да, мы в общем, в стратегическом плане считаем, что наступление расистских войск началось. Началось вот этими активными боевыми действиями. Но в результате того, что наши силы обороны дают достойный отпор и в принципе не дают развиваться наступлению вражеских войск, ну, стратегически это как бы наступательные действия. Но результата этого наступления враг на сегодняшний день не может достичь даже десятой части того, что они запланировали. Я вам рассказывал, что по карте читаются там замыслы, задумы просто гигантские. И Часов Яр, и Константиновка, и Дружковка, и наступление на Краматорск-Славянск, и наступление на Лиман, ликвидация Сиверского выступа, и наступление на Покровск с ликвидацией Углидарского выступа. А в результате полтора месяца боев, активных, интенсивных боев с сумасшедшими потерями, не привели к существенному изменению конфигурации линии фронта на этих трех оперативных направлениях. Поэтому даже 20 атак на Новопавловском направлении не изменили линию фронта. Она остается стабильной, враг, понеся потери, отходит на исходные рубежи. Далее идет у нас Ореховское направление. Здесь российские оккупанты четыре раза атаковали наши позиции. В основном в районе Старомайорского, и опять активизировался район Работиного. Ну, понятно, что они никогда не успокоятся, пока мы их оттуда либо не разобьем там в ноль, либо мы их оттуда не отгоним. Какими-нибудь огневыми средствами типа авиации. О ней, кстати, сегодня поговорим. Есть хорошие новости про наши F-16. Даже так скажу. Поэтому они пытаются восстановить, срезать Работинский плацдарм. Видимо, перегруппировка прошла. Видимо, пехоту подтянули со второго эшелона. И теперь опять в районе Работина они пытаются атаковать наши позиции. Ну, и в районе Старомайорского, потому что там тоже есть вклинение в наши, наше вклинение. И мы тогда подвинули в летнем наступлении, мы довольно серьезно в районе Старомайорского подвинули российские войска с их линии обороны. Хотя интенсивность на Ореховском направлении довольно низкая. Ну, вот по сравнению с Новопавловским, которая, в принципе, самая менее интенсивная, наверное, из всех активных на оперативных направлении, то на Ореховском направлении всего лишь четыре, зафиксировано четыре атаки вражеских войск на нашей позиции в течение прошедших суток. На Херсонском направлении. Тут оккупанты пытаются, продолжают свои попытки, безуспешные, сразу скажу, попытки выбить наши войска с левого берега Днепра. Единственное, что надо отметить, сутки прошли очень тяжело для наших войск, для нашей, в основном, там морская пехота и наш спецназ, силы специальных операций воюют на левом берегу. Поэтому тяжело им пришлось, потому что враг, видимо, подсобрал немножко сил и 11 штурмов предпринял за прошедшие сутки враг для того, чтобы попытаться сбросить наши войска с левого берега Днепра в реку. Но я вам скажу, что даже 11 штурмов не принесли никакого желаемого или положительного результата для рашистских войск. Все 11 штурмов были отбиты нашими войсками, враг понес колоссальные потери в ходе штурмов наших плацдармов, их несколько, на левом берегу реки Днепр. Поэтому здесь, как обычно, ну, скажу свое любимое слово, не дождетесь врагам. Плацдармы продолжают сражаться, продолжают обороняться, продолжают пытаться наращивать свои боевые потенциалы и наносить врагу максимальный урон, что у них, как мы видим, с вами и получается. Продолжение следует...